Здравствуйте, дорогие зрители! Французский философ Шамфор утверждал, что наряд – это предисловие женщины, а иногда и вся книга, и только от женщины зависит, насколько книга будет интересной. У нас в гостях стилист-дизайнер Елена Александровна Кузакова. Здравствуйте, Елена! Здравствуйте! Как вы думаете, с чего обычной, среднестатистической женщине нужно начинать формирование собственного образа? Прежде всего, она должна почувствовать, что внутри нее живет. Это может быть и классика, и романтизм, это может быть и барокко. Но обычной женщине это сложно почувствовать, я понимаю. Но даже когда она выбирает какие-то повседневные кофточки, блузки, жакеты, она должна обращать внимание на фактуру ткани. Потому что если она чувствует внутри себя нежность, то и фактура ткани должна отражаться. Она должна струиться и ласкать тело, да? Да, да, да. Если она чувствует внутри себя силу, и работа ее связана с тем, чтобы управлять коллективом, то ткань должна быть более плотной, более четкой формы, более структурированной. И это уже ближе к классицизму. Возможно, это просто какая-то игра с ритмом. Если это жесткая ткань, она может включить в себя и нежную, в виде блуза, например, да? Потому что это ее душа. Внутри нее она остается женщиной. То есть прежде всего нужно взглянуть на себя в зеркало, сказать себе пару ласковых слов и определить, все-таки нежна я или так по-женски мужественно, да? То есть могу ли я сжать кулачки и топнуть ногой, или я, в общем-то, буду нежной, податливой. А вот может одна и та же женщина попробовать разные образы. И мне кажется, даже это более целесообразно, потому что мы, пробуя разные роли, можем... Ошибочно человек может себя считать волевым и целеустремленным, а в душе ранимым и очень тонким, да? Поэтому, наверное, выбор нужного образа – это пробы и, может быть, даже ошибки. Не нужно бояться ошибаться, правда, Елена? Конечно, не нужно. Нужно экспериментировать. И когда вы пробуете разные образы в своем гардеробе, вы начинаете ощущать гармонию внутри вас или дискомфорт. И не бояться играть, не бояться выбирать что-то новое. Не нужно зацикливаться на одной фактуре. А вы знаете, вот есть два таких понятия очень важных – имидж и индивидуальный стиль. Правильно. Они различны. Имидж, когда вам четко говорят – ты должен сделать зъерошенную челку, ты должен сделать себе, там, я не знаю, татуировку, потому что это просит слушающая тебя публика. И звезда, чувствуя себя удобнее, комфортнее, вгладко зачесанными волосами, с хвостиком, она должна эту роль играть. И это ведь очень тяжело – чувствовать себя в чужой коже. Как вы считаете? Да, это на самом деле так. Это сравнивать актерство. В жизни существуют некоторые задачи, которые мы должны выполнить. И если это та задача, для которой требуется жесткость, либо какой-то креатив, на который человек раньше не решился бы, но в данной ситуации ему это просто необходимо, нужно это делать, но не отходить все равно далеко от своей сути. выражаться креативно внутри своего образа. То есть имидж, но внутри образа. То есть все равно нужно изучать себя, по крупинкам собирать свой образ. Я, готовясь к программе, прочитала интересную книгу из прошлого русской сцены, где актриса Терраспольская делилась со своими молодыми подругами-актрисами, «Как давать советы гримеру?» Вот вы, женщины, любите часами сидеть перед зеркалом, но и сидите, и извлекаете из своей слабости пользу. Изучайте свое лицо. Проверьте, например, какие брови оживляют ваши глаза, делают их более характерными. И рисуйте то круглые, то прямые, то тонкие, густые. Ищите, пробуйте и даже ошибайтесь. Гример поможет вам только в тех случаях, когда вы сами знаете, чего вы хотите. То есть вот этот поиск, пусть даже ошибочный, это прямая дорога к успеху. Хорошая формула, да? Абсолютно. Потому что когда человек будет искать и все-таки найдет себя, он именно в этот момент начнет чувствовать себя человеком сути, рожденным тем, каким создала его природа. А когда он это найдет внутри себя, он станет очень уверенным, и ему все дороги открываются. Вот самое главное, наверное, не то, что мы носим, а то, насколько уверенно в этой одежечке себя чувствуем. Вот появилась, допустим, клиентка, она только вот впорхнула. И вы, вероятно, как психолог, должны учесть в костюме все. И как она машет руками, и как она садится ногу на ногу, или она сигаретку как-то особенно держит. То есть какие-то мелочи не должны скользнуть, вероятно, от опытного глаза стилиста. Правильно? Абсолютно. Я наблюдаю очень серьезно за человеком. Когда он ко мне приходит, я разговариваю с ним. Иногда меня просят по фотографии создать образ или придумать какую-то модель. Я не могу, мне нужна энергетика. Вот он приходит ко мне, и я сразу же, с первой шаги, первый взгляд, как он со мной поздоровался, как он снял свою верхнюю одежду, как он присел, я это все впитываю. Для меня это штрихи образа. Потом я проживаю с этим несколько дней. Я вхожу в образ этого человека. И после этого у меня идет рождение. То есть это не сразу. А по тому, как возвращаются клиенты, да, вот повторы, это же ощущение праздника. Я угадал, попал в точку, да? Да, да, да. Это всегда очень приятно. На самом деле я не буду хвастаться, да, но мне приятно, что мои клиенты от меня не уходят. Чтобы стать специалистом, вероятно, нужно пройти большой творческий путь. Вот чтобы стать стилистом, мало ли, вот кто-то из девчонок молоденьких захочет быть дизайнером, стилистом. Это очень модная сегодня профессия, но они очень сложные. Это так непросто. Вот сколько ступенечек к вашей формуле успеха нужно было преодолеть? Вы знаете, в детстве я даже не знала, что существует такая профессия. Я просто очень любила образы. Я придумывала себе сказки всегда. Да. И любила шить и рисовать для кукол. Вы сами рисовали и шили? Или бабушка рядом была какой-то? Нет, только сама. В моем роду никого не было. Ни модельеров, ни портных. Дедушка, который давно умер, мне сказали потом, что он был художником. То есть, возможно, это от него. Я очень любила шить и очень любила рисовать. Это единственное, самое любимое занятие моего детства. А потом, когда у нас начались уроки труда, я узнала, и учительница увидела, дав нам первое задание, самое простое – обметать петлю вручную. Когда мы все сделали и сдали, она сказала, так, дети, не расходимся. Все подошли сюда и посмотрели, какой она должна быть. Как надо делать. В этот момент я поняла. Какое счастье, что у вас был урок труда, которого сейчас нет. Вы знаете, это большой минус в нашей педагогической сегодня системе образования, потому что урок труда, он не только учит шить, банально выполнять технологические операции. Это первые шаги креативное мышление. Довести работу до конца. Нужно предположить и спрогнозировать результат и закончить работу. То есть все волевые структуры именно в этом процессе формируются. Это молодец педагог, который... С тех пор она стала обращать на меня внимание. Она сказала, Лена, у тебя золотые руки, тебе надо идти дальше. Ты чувствуешь форму. А я всегда любила форму. И поэтому меня вдохновляет архитектура. Минимализм – это не мое. Хотя я использую фактуру в ткани. Знаете, у меня была история с минимализмом. У меня был ребенок, когда еще учился в школе, у меня была такая телогрейка и аппликации из рыб таких смешных. И ребенок, взяв меня за руку, я его провожала в школу, говорит, мама, а вдруг кто-то будет смеяться над этой телогрейкой с рыбами. Я говорю, ты знаешь, столько скучных, невыразительных людей. Вот он идет хмурый, вдруг он улыбнулся. Тебе же будет хорошо рядом с мамой, которой на встрече люди улыбаются. Потом он листал какой-то мой журнал. У меня пачки журналов лежат. И был период, когда был серый цвет, минималистические коллекции. И он сам про себя говорит. Да, в этой одежке не поулыбаешься. То есть есть еще одежда для настроения, есть одежда для успеха, есть для настроения, да? Да, есть одежда чувства. Есть, но на самом деле, минимализм, он тоже бывает разный. Я очень люблю не просто минимализм, я люблю чистые линии. И люблю соединять чистые линии архитектурные с фактурой. Мне кажется, что ваши работы, которые у нас на манекенах представлены, это совершенно... Человек-природа, да? Какая-то волна, это какие-то листочки розы, которые пытаются упасть с куста и замерли пока в воздухе. Когда вот этот трепет шелка, и он окутан, да, вот это розовое перламутровое содержимое, совершенно нереально серым, вроде бы, минималистическим, да, цветом окутано. И получается очень природное сочетание. А есть какой-то источник вдохновения для создания вот этих двух работ? Конечно. Я хочу рассказать. На самом деле, это три работы, три модели. Это история о рождении женщины. Первое платье, которое полностью серое, наверное, вы заметили, что фактура его напоминает лист металла. О, да, металлическая такая. И четкие линии. Обратите внимание на складки. Они очень четкие, как будто бы взяли чистый лист и просто обернули вокруг женщины. Но это не платье для железной леди. Послушайте, это рождение. То есть это платье говорит о том, что женщина в этот момент еще не родилась. Она в очень трудных условиях, возможно, прожила какой-то период жизни. И ей пришлось закрыться этим металлом, потому что не было рядом надежного мужчины. А теперь бабочка из куколки должна выпорхнуть. Да. И второе платье, обратите внимание, это уже более плавные линии. Она раскрывается. И поэтому бежевый цвет, это цвет ее тела, по которому текут чувства. Поэтому вот эта нежная фактура, она переливается, она не имеет один цвет. Она переходит из одного в другое, и у нее текут чувства. Третье платье, оно полностью переходит в белый цвет. То есть серый падает, и чувства бурным потоком стекают на землю. И мира родилась. Да. Это рождение. Дорогие зрители, я хочу доставить вам несколько секунд счастья, и мы посмотрим удивительные работы нашей гости, от которых глаз просто не оторвать. Музыка. 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 Субтитры создавал DimaTorzok Замечательная коллекция. Елена, а вот вы прежде чем работать с тканью, кто-то ищет вдохновение, включает музыку, кто-то идет на спектакль, кто-то бродит шурша осенними листьями. У вас есть какой-то вот такой толчок, который это вдохновение рождает? Конечно. Это не всегда одно и то же. Это может быть очень сильное вдохновение от музыки, безумно, от ритма. Меня очень вдохновляют ритмы, паузы, всплески неожиданные в музыке. И плюс, конечно, архитектура и все, что происходит в нашем кинематографе, я все это впитываю. Я впитываю, я смотрю, и внутри меня это каким-то образом соединяется и рождение происходит. А вы самостоятельно работаете или у вас какая-то студийная есть поддержка? Вот я смотрю, фотограф, конечно, у вас уникальный, который создает такие замечательные фотографии. А кто вам еще помогает? У меня есть дизайн-студия, в которой мы работаем с мастерами и с конструктором. Ну вот это моя команда. Я хотела бы рассказать о свадебной коллекции, если это возможно. Но свадьба это один из самых, наверное, интересных моментов женщины, да? Это вроде бы она еще не родилась. Да, это тоже такое промежуточное состояние, когда она готова родиться для своего любимого, да? Да. Свадебная коллекция, которую я делала весной, это тоже своего рода архитектура. Архитектура, соединенная с цветами. Ну необычная, нет рюшечек привычных, да, каких-то бабочек, кружева. Это чистые стекающие линии стекают, и при этом там есть ощущение. Такая торжественность, да? Да, да, да. Грации. Это звучащий вальс Мендельсона просто, да? Только реализованный в текстиле. Да. Ткани я использую разные. И плотные для того, чтобы показать форму. И в то же время меня интересуют ткани, через которые можно передать движение. А я смотрю, что вы практически не используете никаких украшений. Да. Да? То есть самое главное – это лицо женщины, это открытая шея, это пластика ткани. И вы всегда игнорируете вот этот элемент костюма или иногда всё-таки его используете? Очень редко. Дело в том, что я рисую эскизы, и в этот момент, когда я рисую, я рисую, как будто бы это уже законченное произведение. И там я не могу вводить что-то мелкое. Я не знаю, это, видимо, не моё. Поэтому, когда мы даже делали свадебные платья, да, без украшений, кажется, это невозможно. Но мы так и не смогли туда ничего ввести, потому что линии и фактуры, они говорили за себя, этого было достаточно. Они противоречили немножко друг другу. Но на самом деле украшение – это, наверное, самая любимая мелочь, которую только женщина может себе представить. Вы знаете почему? Потому что здесь присутствует элемент творчества. Она может в костюм внести в своём. Она как творец. И, вероятно, это и есть сигнал личности. То есть, если, допустим, дизайнер предложил костюм, а женщина самостоятельно вносит в него какие-то изменения, они очень много могут сказать о самой хозяйке, о самой владелице. А вот вы можете какие-то мелочи таким опытным взглядом заметить? Ну, входит, например, женщина, и вы сразу считали её характер по мелочам. Да. Например, перстень, он может быть совершенно разным, и он о многом говорит. Если это крупные камни, то это говорит о том, что внутри этой женщины может быть такая страсть, которую она, может быть, и скрывает. Она, вероятно, привлекает внимание к своему телу, к своим рукам, которые умеют гладить. Да, 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 пластика. Если это какое-то маленькое кольцо, но очень дорогое. Изящно сделанное, как у принцессы Дианы. Да, это говорит о том, что глубина есть внутри этой женщины, и её нужно разгадывать очень долго. А ещё, наверное, что она очень ранима и требует защиты. Да. Такая защищённость. А если женщина с большими мужскими часами или по мужскому типу аксессуары? Ну, это говорит о том, что она очень уверенная в себе, сильная, и, пожалуйста, не нужно давать мне совет. А вы знаете, психолог бы сказал, это демонстрация того, чего нет. Иногда женщина компенсирует недостаток волевых каких-то своих структур, вот именно элементами мужского, вводя элементы мужского костюма или аксессуары. Да, это правда, потому что, на самом деле, она не любит, чтобы её кто-то куда-то направлял. Вот этим аксессуаром она об этом говорит. А ещё можно заглянуть в дамскую сумочку. Если там хаос и трудно что-то найти, вероятно, не стоит брать её на какую-то работу, которая требует организации, пунктуальности, да? Да. А если там идеальный порядок, это идеальный исполнитель, вероятно. Идеальный исполнитель. А если там есть творческий хаос, то, возможно, он творческий человек. Креативное мыслящее, да? То есть для какой-то дизайн-студии, может быть, это находка, да? Конечно. Это человек, который не может чётко, структурно выполнить задание, но он может придумать такую идею. Знаете, если мы заговорили о украшениях, то есть ряд рекомендаций, которые, я думаю, наши зрительницы с удовольствием возьмут на вооружение и воспользуются. Вот та же терраспольская, которая рекомендовала посидеть у зеркала и свою слабость сделать большим плюсом, посмотрите на лицо. Кажется, их очень много, они все разные, но на самом деле есть округлые лица. И есть лица геометрические, с чётко обозначенными скулами, острым носиком, подбородком. Вот заметили дизайнеры, что если личик округлая, то и обувь женщина выбирает не с острым носиком, а с округлым, потому что глаз считывает информацию с головы до носочка в туфель. И поэтому воротничок она не выберет острый, она сгладит уголочки на ласканных пиджака, она выберет геометрию, которая заполняет внешний контур, тоже с какими-то спиральками, горошинками. То есть бусы она не выберет какие-то геометрические, она возьмёт округлые. И, соответственно, если у вас, допустим, острый носик, то сам Бог велел взять модные туфельки с острым носком, то есть посмотреть ещё на лицо и, учитывая его геометрию, соотнести со всеми остальными компонентами костюма. Согласны? Да, это было бы очень грамотно. Если каждая женщина это будет чувствовать, это будет замечательно. Есть ещё маленькие миниатюрные женщины, внутри которых тоже живёт такая трепетность. Это вот такая, рок-ку-ко такое. И они должны это нести во всём. И сумочка должна быть... Их так мало сегодня. А, да. Сумочка должна быть тоже с какими-то мелкими деталями, и украшения должны быть мелкие. То есть должна быть гармония во всём. А чтобы была гармония, вероятно, нужно воспользоваться рекомендациями Оскара Уальда, который говорил, быть естественным – это самая сложная поза. И вот сегодня не каждая женщина может позволить себе быть самой собой. Потому что, несмотря на огромный выбор, у нас уже нет как в период эракой барокко, который мы упоминали, носить только так, только такой корсет, только такой кринолин, да, или только такой, допустим, турнюр. Неудобства в одежде нет, а есть широкое поле, которое, к сожалению, не каждая женщина может перейти творчески. Ну, на самом деле, это и к счастью, что такой огромный выбор, потому что это не диктатура, которая была несколько лет назад, да, когда вот только такая длина или только такой цвет. Это огромный потенциал, из которого женщина может выбрать и найти свой стиль и подобрать именно свои части гардероба. А потом ещё нужно обязательно, создавая свою формулу успеха, посмотреть, где женщина может реализоваться. Мы обычно... Вообще, одежда для успеха, термин, который ввела Нэнси Рейган, давая рекомендации Хиллари Клинтон, которая искала свой образ и шлифовала его. Но не только бизнес-вумен могут быть успешными. Можно и суп варить достаточно успешно, воспитывать детей, делая какую-то домашнюю работу. И мне кажется, что может быть и домашняя одежда для успеха, и одежда креативной мастерской, творческой студии. То есть надо род деятельности соотнести с твоими запросами, да, и столько нужно знаний, умений, чтобы действительно быть красивой. Да. А быть красивой, возможно, тогда, когда ты себя понял и прочувствовал. То есть наши, в принципе, рекомендации в любом случае будут вокруг того, что полюби все свои проблемные зоны, да, пусть у вас несколько лишних сантиметров на талии, их можно сделать изюминкой, да, и превратить в достынство. То есть не надо заставлять женщину, в общем-то, комплексовать по поводу каких-то своих минусов, потому что их можно превратить в огромные плюсы. А вы работаете в основном с женщинами такого а-ля манекенщица? Или все-таки вам интересно работать с интересными фигурами? Прежде всего мне интересна личность. А если я вижу личность в женщине, мне не важно, какая у нее фигура, я начинаю вытаскивать ее внутренний мир через ее одежду. То, что внутри нее, это самое главное. Если внутри женщины нет личности, очень сложно передать ее чувства и эмоции через одежду. Леночка, скажите, пожалуйста, большая ли текучка вашей студии? И вот коллектив, который работает, это коллектив единомышленников? Или у каждого свой творческий темперамент, который нужно все-таки, да, как лаву в вулкан обратно поместить? Нет, у меня единомышленники, те, которые меня чувствуют без слов. То есть это очень важно, наверное, да? Очень. Это безумно редкость, это такая редкость найти таких людей. Леночка, у нас заканчивается время, к сожалению, оно пролетело совершенно неожиданно и незаметно. Что бы вы хотели пожелать нашим зрительницам? Я бы, конечно, хотела пожелать самого главного найти внутри себя, найти себя и попытаться все-таки этот стиль в любой ситуации своей жизни вести. Не переходить на имидж, а все-таки оставаться самой собой. Найти и полюбить себя, да? Полюбить. Спасибо огромное. Юбер Живанши как-то очень верно, на мой взгляд, заметил. Женщина не просто носит платье, она в нем живет. Всего вам доброго, до новых встреч. С вами были Елена Кузакова и я, Татьяна Лазарева. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова